В последние 10 лет число освобожденных по УДО неизменно снижалось. И вот Минюст решил таким образом разгрузить пенитенциарную систему. В чем такая необходимость досрочно выпускать осужденных преступников, если осужденный хорошо поет, пишет стихи или виртуозно играет на балалайке? Это еще не показатель того, что он стал на путь исправления. Статистика говорит о том, что досрочно освобожденные почти в половине случаев вновь совершают преступление и оказываются за решеткой. Здравствуйте. Это программа для понимания того, что происходит, будет или может происходить, и как это скажется на каждом из нас и на обществе в целом. Хотим мы того, не хотим, но приходится признать, наши чиновники – люди творческие. Давно ушел в прошлый образ этакого сухарячей нуши. Теперь каждый госслужащий старается не просто исполнять свои должностные обязанности, а креативить. Вот только боюсь, что от их креативности ничего хорошего не будет. Вот вам последний пример. Последний не потому, что таких революционно-креативных предложений больше не будет. Кто ж остановит творчество чиновничьих масс? Последний по времени вброса в медийное поле. Итак, Министерство юстиции разработало законопроект, согласно которому при решении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного будет учитываться его активное участие в творческих конкурсах, проводимых в местах заключения. Для понимания, в последние 10 лет число освобожденных по УДО неизменно снижалось. И вот Минюст решил таким образом разгрузить пенитенциарную систему. Хотя справедливости ради стоит отметить, что число лиц, находящихся в заключении, в нашей стране не самое большое в мире. Численность осужденных в исправительных колониях России на 1 января 2021 года составила 378 тысяч человек. Лидерами по количеству осужденных являются США – 2,1 миллиона, Китай – 1,7 миллиона и Бразилия – 760 тысяч заключенных. И тем не менее, почему критерием условно-досрочного освобождения должны быть творческие способности? Если осужденный хорошо поет, пишет стихи или виртуозно играет на балалайке, это еще не показатель того, что он стал на путь исправления. Тем более, что в законе четко прописано, кто и на каких основаниях достоин такой поощрительной меры, как досрочное освобождение. Скорее, здесь можно усмотреть лазейку для тех, кто всеми правдами и неправдами стремится на волю. И как на воле проявятся его таланты, неизвестно. Увы, статистика говорит о том, что досрочно освобожденные почти в половине случаев вновь совершают преступление и оказываются за решеткой. «Не сомневаюсь, что заключенные и их адвокаты с энтузиазмом восприняли инициативу Минюста. Не удивлюсь, если места победителей этих конкурсов будут соответствовать криминальной иерархии, и уголовные авторитеты заполучат целый ворох разных дипломов, а с ними пропуск на свободу», заявил в ответ на столь странную инициативу Минюста Сергей Миронов. Лидер «Справедливой России» полагает, что предложения Минюста создают почву для роста коррупции в учреждениях ФСИН. И если данный законопроект дойдет до рассмотрения в Госдуме, фракция «Справедливая Россия за правду» проголосует против. Кстати, этим же законопроектом предлагается привлекать осужденных к принудительным работам не только в организациях, но и у индивидуальных предпринимателей. Сейчас каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах определяемых администрацией исправительных центров. В то же время, по информации Федеральной службы исполнения наказаний, от индивидуальных предпринимателей поступает предложение о возможности трудоустройства осужденных к принудительным работам на должностях разнорабочих, грузчиков, дворников и подсобных рабочих, а также при наличии специальных навыков или образования на должностях парикмахеров, швей, водителей, поваров, слесарей, маляров, сварщиков, каменщиков, плотников, менеджеров, кладовщиков. Интересно, что это за ИП? Кто их проверял? Пока ответа на этот вопрос нет. Госорганы также проявляют интерес к этой теме. Власти Москвы, например, не исключают возможности привлечения заключенных к работе на столичных стройках. Как заявил руководитель департамента строительства Рафик Загрудинов, будем смотреть, анализировать. При необходимости тоже примем участие. В чем необходимость, господа чиновники? Можете пояснить мне и всей стране, в чем такая необходимость досрочно выпускать осужденных преступников или пускать их работать на городских объектах? Лично у меня на этот счет нет никакого понимания. Редактор субтитров А.Семкин